Выход к пляжу Место для туристов Выход к пляжу Здесь, говорят, один из самых красивых пляжей Мазамбик Но здесь недавно прошел ураган И поэтому немножко все разрушилось Красота А этот куст, по-моему, называется Хвост обезьяны Что-то вроде этого Такие хвостики обезьяны Раз цветет он так красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем снова здравствуйте Здравствуйте с побережья Индийского океана Мы приехали вот на такой красивый берег И сняли на одну ночь вот этот прекрасный дом С этим невероятным видом на океан Дом огромный, честно скажу Покажу сейчас, как он внутри выглядит Здесь что-то похожее на бар Хозяин сейчас здесь не присутствует Он в Южной Африке живет Это его такой летний домик Здесь можно пожарить шашлычок И он приезжает сюда буквально пару раз в году Летом и на Рождество Это зал И здесь спальные комнаты С москитными сетками И вот такой шикарный балкон, веранда Там тоже еще одна комната большая И вот Кровати, кровати Я уже завесила все, естественно, маскитной сеткой Здесь не знаю что А здесь шифонер, темно уже, правда И вот такая ванная комната Туалет, душ Все есть Треснутое зеркало Но все равно очень красивое Итак, друзья, доброе утро всем День следующий Посмотрите на эти прекрасные виды Через грязные стекла В общем, 7 утра Я проснулась уже в 5 утра Мне не спалось Вообще не спала Кровать ужасная Все скрипит Подушка деревянная В общем, мне было некомфортно Такой дом красивый Но некомфортный Честно скажу Шум океана Очень громкий Практически вообще не спала И скажу честно Дом вообще ужаснейший Ужаснейший Он такой грязный Тут столько тараканов Тут бегают прусаки Ну, это делает Как бы От этого никуда не денешься Это часть Африки Ты выходишь из своей зоны комфорта И живешь иногда в таких условиях Но дом, как я поняла Он просто используется Пару раз в году И за ним практически никто не смотрит Ну, смотрят как бы Стекла, чтобы не разбитые были Чтобы никто не пришел Не ограбил его А так, в принципе Я думаю, уборкой здесь никто не занимается Утром я проснулась Сейчас выхожу А тут женщина-африканка Стоит, подметает Что она тут подметает Я не знаю Тут просто такой ужас Все грязное Ну, вот эти стекла Ну, возле океана Естественно, очень сложно иметь Кристально чистые стекла Но дело не только в этом Оно все грязное Все абсолютно Тут килограммы пыли Мы вчера продезинфицировали Детинфицировали тарелки Вилки Которыми мы будем кушать И пришла я Когда пришла Эта женщина Она тут подметала Причем она подметала Только здесь Она тут свой фартук оставила Я даже посуду не мыла Вчера не хочу Но что здесь Даже вода коричневого цвета Вода ржавая Ржавая-ржавая Я такой воды никогда не видела Я вчера помылась Мне нужно было принять душ Я помылась Влажными салфетками Потому что Вода просто коричневая Я не смогла туда ставить И вот она пришла Эта женщина Они, видимо У них Договор с хозяином Они могут здесь находиться Видимо, используют кухню Она принесла кастрюлю Что-то тут варит Я не знаю, что это Какое-то Вариваю Видимо, они используют Иногда газ Для готовки Здесь Ключей здесь нет Двери не закрываются Окна не закрываются Все открыто Тут недавно еще был Сильный торнадо И мне кажется Такую пищу Надо здесь Здесь были все Открыты окна Двери Поэтому здесь Так грязно Ужасно грязно Классный дом Но он абсолютно Некомфортный Вот так Красивая картинка С виду А на самом деле Завернута В красивую обертку Ужасно грязно Я тоже А сенера живет здесь? Да, да. Я живу здесь. Здесь? Да. Всего дня живет здесь? Нет. Но в дереве? Моя дома находится в Урегрес-Педра. А, окей. У меня есть в урегрес. Да. Урегрес. 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 Итак, я попила кофе, позавтракала. Настроение отличное. Приняла душ вот этими влажными салфетками антибактериальными. Почистила зубы вот этой питьевой водой. Потому что эта вода просто, просто, просто. Свет воды. Коричневая. Африка. Но это Африка. Она не вся такая красивая, комфортная. Иногда приходится выходить из своей зоны комфорта. Что иногда и происходит с нами. Здесь в регионе нет практически ничего. Ближайшая деревня Африканская где-то в 50-60 километрах отсюда. И мы даже, кстати, еще не заплатили за этот дом. Не перечислили деньги хозяину дома. Хозяин дома, он живет в Южной Африке. Но он белый. И это его просто как бы летний домик. Он нас сюда впустил. Мы нашли по интернету. Заехали сюда. И мы пока ничего еще не заплатили. Ну, конечно, обязательно мы заплатим. Перечислим деньги ему. И, кстати, уже на входе. Мы уже собрали сумки. Будем сейчас выезжать. И на входе, на выходе дома. Уже сидят две женщины, африканки. И продают фрукты. Хотят, чтобы мы купили. Они приходят из ниоткуда. Вот эта женщина, которая здесь, видимо, помогает убирать. Держит дом хоть как-то. Содержит его в каком-то порядке. В относительном порядке. Она, видимо, позвала этих женщин. И сказала, что здесь туристы. И они сразу пришли с такими тазиками. Там немножко банана лежит. И, по-моему, апельсины. Неч Luna с урока. Но ты работая на лаборатории? Я и buraya, часа. Нафрике..... так они плетут дома из листьев вот там сушат их а потом выплетают такие косички все вручную кокосы валяются маска и кстати вот это многие пальмы разрушены потому что был этот циклон сильный много дождя эстрады все по затопило они не могли выехать отсюда а вот так плетут один домики как выплетают классная ручная работа красота делать какой-то каркас и потом выплетают как макраме ну да все пальмы разрушенные листья поломаны очень сильный сильный ураган многие дома вообще были снесены и разрушены некоторые даже без крыши стоят а а а а а а а и а и 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